Продукты для улучшения спортивных результатов и восстановления Была выявлена положительная взаимосвязь между употреблением большого количества фруктов и овощей и мышечной силой у подростков, но это не подростки в ней действительно нуждаются. Как насчет связи между употреблением фруктов и овощей и хрупкостью костей у пожилых людей? Высокое употребление фруктов и овощей также было ассоциировано с меньшей хрупкостью в дозависимой форме, что означает больше фруктов, меньше хрупкости и тоже с овощами. Но это были наблюдательные исследования, которые сами по себе не могут доказать причинно-следственную связь. Что же будет, если испытать еду на деле? Ну, масло семян чия не дало положительного эффекта на беговую подготовленность людей, но был выявлен эффект от добавок шпината на окислительный стресс, вызванный тренировкой. И под добавкой имеется в виду, что они просто давали каким-то парням несколько свежих листьев шпината, 1 грамм на килограмм тела, то есть где-то четверть пучка в день в течение двух недель. И потом они заставили их пробежать полумарафон. И они обнаружили, что длительное ежедневное пероральное употребление шпината, в смысле есть его как салат, оказывает подавляющий эффект на известные маркеры окислительного стресса и мышечного повреждения. Вот что происходит, когда вы бежите полумарафон без шпината. Большой всплеск окислительного стресса, повышение малон-дель-дегида крови на несколько часов или даже дней. В группе шпината до и после двух недель его употребления заметных отличий не наблюдается. Но подвергните тело стрессу, и тогда вы по-настоящему можете оценить разницу. Ваше тело лучше справляется со стрессом. И если посмотреть на итоговое повреждение мышц, определяемое утечкой из ваших мышц креатинкиназы, это фермент, который должен быть в мышцах, а не вытекать в кровь. Вы начинаете на уровне около 100 и доходите до 200 после полумарафона. Сразу после. Два часа спустя. Но это на следующий день, когда вы это действительно чувствуете, эту отсроченную болезненность в мышцах, с уровнем КФК, поднимающимся до 600, прежде чем вернуться в норму. Окей, но это без шпината. Со шпинатом вы получите похожий скачок сразу после бега. Но на следующий день шпинат предстает во всей красе. Вы не получите тот же всплеск на следующий день. И профессиональному спортсмену такое ускоренное восстановление может позволить раньше вернуться к усиленным тренировкам. Они объясняют это противовоспалительным эффектом шпината. То же самое с соком черной смородины. После тяжелой силовой тренировки показатели мышечного повреждения поднимаются и остаются повышенными. Тогда как после такой же тренировки, но с ягодами, они поднимаются, но сразу возвращаются к норме. Но это было просто измерение маркеров мышечной болезненности, как насчет самой болезненности. Если посмотреть на эффекты вишневого сока, на восстановление после длительных интервальных спринтов у футболистов, можно заметить такое же снижение биомаркеров воспаления. Но что важнее, менее выраженная мышечная боль. Вот болезненность, о которой сообщили в группе плацебо. Лишь половина от этого в вишневой группе. Затем они измерили максимальное произвольное изометрические сокращения мышц ног, которые по понятным причинам пострадали от интенсивной тренировки, но не в вишневой группе. Они сделали вывод, что участники, принимавшие вишневый концентрат, смогли поддерживать большую функциональную производительность. Но это все равно, что тестировать, как далеко ты можешь прыгнуть в высоту. Они вообще-то не узнали, играют ли спортсмены лучше в футбол. Но вот это исследование с соком черного винограда действительно показало улучшение работоспособности у бегунов-любителей за счет замедленного истощения. В этом исследовании людей закинули на беговую дорожку и смотрели, как долго они протянут, прежде чем рухнуть на пол. Через месяц употребления газировки со вкусом винограда, играющей роль плацебо-контроля, никаких изменений в производительности. Но колоссальное 15-процентное улучшение в группе с настоящим виноградом продержались еще 12 минут. Они использовали сок, чтобы можно было сделать соответствующий плацебо-напиток для контроля. Но вы можете купить свежий виноград или вишню, свежую, замороженную или консервированную. Я смешиваю их с овсянкой, какао и листьями мяты для имитации вкуса вишни в шоколаде. Может, вам захочется это попробовать перед участием в своем следующем крупном спортивном мероприятии. Субтитры создавал DimaTorzok